Приветствую! 10 марта 2023 года Open Data Bot опубликовал результаты исследований. И они показывают, что за время военного положения было выдано 1 миллион 270 тысяч разрешений на выезд через систему шлях. При этом оказалось, что только 170 тысяч этих разрешений связаны с гуманитарными целями, а остальное это бизнес. Конечно же, что здесь хочется сказать? Много чего, но, боюсь, цензура не пропустит. И здесь я скажу то, что пропустит цензура, подбирая слова, так сказать. У нас на сегодняшний день сформировалось несколько правовых реальностей в контексте выезда мужчин из Украины. Первая реальность это конституционная, в которой написано, что ограничить право на выезд можно только законом. Закона на сегодняшний день такого нет. Поэтому здесь термин реальность, наверное, не совсем уместен. Это нереальность. Для всех нас это нереальность. Выезд по конституции на сегодняшний день невозможен. Почему? Ну, потому что вот так кто-то решил. Вторая реальность, которая, в принципе, касается всех нас, это такая реальность Кабминовская. Есть правила пересечения госграницы. Там есть перечень оснований для выезда из Украины во время военного положения. Напомню вам, что в правилах пересечения не указано, что запрещено выезжать из Украины. Там сделали наоборот. Там говорят, что право на выезд во время положения есть у и перечень тех, у кого есть такое право. А запрета нет. Но право на выезд есть. Далее, кроме этой реальности, есть еще, назовем ее, пограничная реальность. Это та реальность, которая формируется за счет сайта ДПСУ. И мы знаем, что там есть раздел, посвященный выезду мужчин из Украины во время мобилизации. И, как мы с вами знаем, там есть те основания, которых нигде больше нет. Возникает вопрос, а какое это отношение имеет к праву вообще? Ни в законе, например, ни в правилах нет таких оснований, как выезд людей, которые имеют штампы про выезд на ПМЖ. Но на сайте ДПСУ такое основание есть, и люди выезжают. И есть еще одна реальность. Назовем ее Мандалорская. Вы помните этот сериал «Мандалорец», где у главного героя и у этих всех мандалорцев была такая фраза, девиз, что ли. «Таков путь». И когда человек хочет выехать из Украины, ему говорят «таков путь». Ты можешь выехать из Украины, оказывается, есть у нас система выезда, которая не предусмотрена ничем. Но ты можешь выехать. Можешь выехать, например, через систему «Шлях». Да, та система, которая изначально создавалась вроде бы как для выезда. Ну, вернее, не создавалась для этого, а использовалась для того, чтобы выезжали волонтеры на автомобилях. Заметьте, на автомобилях водители могут выезжать через систему «Шлях». Правда, как потом мы узнали, волонтеры выезжают не только на автомобилях, и не только они едут за грузами, и это не только волонтеры. Также через систему «Шлях» должны были выезжать, например, водители-дальнобойщики. Да, вполне логично, да, они едут в Европу, грузятся и завозят сюда те товары, которые нужны здесь каждому из нас, по сути. Да, вопросов нет. Ну, вот в итоге мы видим результат, что бизнес-выездов – миллион сто разрешений для бизнес-выездов, а волонтеров всего 170 тысяч. Возникают большие, огромнейшие вопросы. А что это за выезды? А что это за бизнес-выезды? А как получить доступ официально? Как получить разрешение на выезд через «Шлях»? Если у человека есть бизнес, мы нигде такой информации не находим. В официальных документах такого нет. Но по слухам, по слухам, мы, конечно, с вами слышали, что найдя определенного человека, если у тебя есть определенная сумма, да, и ты готов, так сказать, вложить ее в свой бизнес, ты можешь стать мандалорцем. И тебе укажут правильный путь. Вопрос, вопросов много, вопросов много. Конечно же, главный вопрос, который всех интересует – а когда разрешат выезжать всем? А исходя из тех данных, что мы получаем, возникает еще один вопрос – а зачем разрешать выезжать всем, если есть более интересные варианты, если всем можно запретить, а начать разрешать избранным? И вот статистика сейчас и показывает, что разрешают выезжать избранным. Причем понятно, что часть людей, которые получили разрешение, это не совсем избранные люди, да, это простые люди, которые оказались вот в таких условиях запрета и каким-то чудесным образом получили разрешение на выезд из Украины. Потому что жизнь их так довела, да, их поставили в такие рамки. Вопрос, да что там говорить, вопросов еще много, вопросов много. Но однозначно мы понимаем четкую картину. Есть схемы, на которых кто-то явно сидит, кому-то эти схемы безусловно выгодны и прикрывать эти схемы совсем невыгодно. А это говорит о чем, что запрет на выезд из Украины, конечно же, многие будут лоббировать и лоббировать до последнего. И это значит, что ждать в ближайшее время того, что снимут этот запрет и разрешат всем выезжать, конечно же, к сожалению, не приходится. Ну а завтра, 13 марта 2023 года в 17.00 я буду проводить очередной стрим, где буду отвечать на ваши вопросы о том, как выехать из Украины. Мы рассматриваем только те варианты, которые на сегодняшний день описаны действующим законодательством. Я крайне не рекомендую никому использовать какие-то схемы, которые могут привести вас в итоге либо к потере денег, либо к уголовной ответственности. Друзья, имейте в виду, что в принципе правила пересечения госграницы дают достаточно широкий спектр оснований для выезда мужчины во время военного положения. И вот завтра на стриме мы будем их разбирать. Поэтому, если у вас есть вопросы, завтра в 19.00 вы сможете их задать. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока-пока.